Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим блинчики фаршированные колбасой и сыром. Для их приготовления нам понадобится для теста 750 миллилитров молока, 3 яйца, 2 стакана муки, стаканы у меня небольшие по 200 миллилитров. Также для приготовления блинчиков нам понадобится сахар, соль, разрыхлитель теста и немного растительного масла. Для начинки нам понадобится 150 грамм колбасных изделий, 150 грамм сыра, 1 небольшая луковица и немного майонеза. Сначала приготовим блинное тесто. В молоко добавляем 3 яйца, пол чайной ложечки соли, 2 столовых ложки сахара. Примерно чайную ложечку разрыхлителя теста, 3 столовых ложки растительного масла. Насыпаем 2 стакана муки. И теперь все это хорошенечко взбиваем. Тесто готово. Отставим его пока в сторону, для того, чтобы начала работать клейковина. Пока отдыхает тесто, приготовим начинку для блинчиков. Колбасу и сыр трем на крупной терке. Лук трем на мелкой терке. Для приготовления начинки нам понадобится 1-2 столовых ложки тертого лука. В начинку добавляем 1 столовую ложку с горкой майонеза. Все хорошенечко перемешиваем. Начинка готова. Тесто готово. Можно приступать к жарке блинчиков. Блинчики будем жарить как обычно. Ставим разогреваться сковороду. И для выпекания первого блина смазываем сковородку маслом. Дальше сковороду маслом мазать не нужно. Когда сковорода хорошенечко разогреется, наливаем немного теста. Круговыми движениями хорошо распределяем тесто равномерно по всей сковородке. И жарим блинчик сначала с одной стороны. Как только блинчик подрумянится с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону и поджариваем его со второй стороны. Таким образом пережариваем все блины. Повторюсь, что масла на сковородку больше добавлять не нужно. Когда все блинчики будут пережарены и немного остынут, остается их только нафаршировать. На каждый блинчик выкладываем примерно столовую ложку начинки. И блинчик заворачиваем. Таким образом фаршируем все блинчики. Из данного количества продуктов получается примерно 30 блинчиков. Если вам не нужно столько много блинов, то из них можно приготовить полуфабрикаты. Достаточно часть готовых блинов заморозить в морозилке и по мере необходимости разогревать их в микроволновой печи или на сковородке. Я надеюсь, что вам понравятся такие блинчики фаршированные колбасой и сыром. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok